В Тобольске стартовал восьмой тур чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Пермский Арсенал уже провел три игры. В первой встрече наша команда уступила сургутскому факелу 4-6. Вторая игра оказалась еще более урожайной на голы. Пермки переиграли Алмаз из Мирного 10-6. В третьей встрече канонеров ждала неудача. Со счетом 0-3 наши были биты якутской зарей. В последнем матче восьмого тура Арсенал сыграет с коллективом Тобол-Тюмень 2. Женская команда «Звезда-2005» завершила программу немецкого сбора. В заключительном контрольном матче «Звездочки» уверенно переиграли голландские твенты 4-1. Хэт-трик оформила Пекур, а точку в этом матче на 85-й минуте поставила Курочкина. Подготовка команды продолжится в Перми. Первый официальный матч в нового сезона наши проведут в родных стенах 17 марта с французским клубом «Леон» в рамках 1-4 финала Лиги чемпионов. Серебряной медалью и диплом награждается главный тренер команды «Амкар Молодежный» Хозин Расторан Замович. Молодежный состав футбольного клуба «Амкар» по итогам прошлого сезона завоевал серебряные медали. Все решилось в последнем туре. Красно-черные обыграли столичный ЦСКА и обошли его в турнирной таблице. Всего три очка наша команда уступила московскому «Спартаку», который стал чемпионом. Медали и дипломы от Российского футбольного союза спортсменам вручили в стенах городской администрации. «Безусловно, ваш пример – это хороший показатель и для мальчишек города Перми, которые любят спорт, любят футбол. Вы наглядно демонстрируете, что для того, чтобы достигнуть высоких результатов, совершенно не обязательно ехать в Питер или в Москву. Можно и здесь добиваться высоких показателей и демонстрировать красивую игру». Удачное выступление в прошлом сезоне не прошло бесследно. Ряд игроков попал на заметку тренерскому штабу основной команды. Отрадны и то, что в коллективе «Амкар» молодежный теперь большое количество пермских воспитанников. «Ребята, все, что могли на максимуме, они выполнили в том году. Да, конечно, «Спартак» и «Зенит», они где-то были в некоторых моментах посильнее нас по организации игры. Но я думаю, что и второе место – это очень хороший результат, это будущее нашего клуба. То есть ребята собрались очень перспективно. В этом году резервисты «Амкары» настроены не менее решительно. Почувствовали вкус побед и без медали оставаться уже не желают. Мы рассчитывали, как всегда, на золото, наверное, готовились, прошли сборы. Получилась очень хорошая, сплоченная команда. Хотели золота добиться. Что-то где-то не получалось, где-то везения не было. Думаю, в этом году будет все, возьмем золото. Сезон 2011 стартует уже в субботу. «Амкар» молодежный в первом туре сыграет на выезде с футболистами ЦСКА. Прикамский спортсмен Александр Бондарь выиграл Кубок Европы по фристайлу в дисциплине «Скикросс». Соревнования проходили в Швеции. Это первый международный успех в карьере 23-летнего часовлянина. Более того, континентальный кубок в этой дисциплине ранее не завоевывал никто из россиян. Добавим, что по итогам соревнований мужская сборная России по «Скикроссу» стала первой в командном зачете. Тем временем в городе Ашашто в Челябинской области прошел 21-й чемпионат России по горнолыжному спорту среди любительских коллективов. Наш регион на этих стартах представлял клуб «Прикамья» в составе Игоря Дерюшева, Галины Сунгатовой, Татьяны Гладких, Ольги Батуевой и Алексея Гайдука. По итогам соревнований пермская команда заняла третье место в общем зачете. На счету наших спортсменов семь наград различного достоинства. А наибольших успехов добились Сунгатова и Гладких, выигравшие в дисциплине слалом «Гигант» и Гайдук, ставший первым специальным слалом. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.